Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули! Кто до сих пор не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь! Я посмотрела в аналитике, оказывается 38% людей, которые смотрят мой канал, смотрят его без подписки. Мне будет очень приятно, если каждый из вас подпишется. Сегодня у нас пицца. Пиццу готовила я, пасту готовила мама. Мы быстро-быстро скооперировались и вот такая красота у нас получилась. Это паста с креветками и мидиями. Ой, креветками, что я несу. А с мидиями и с колбасой. К сожалению, креветок не было. Это, знаете, как бы мук-банк из того, что есть под рукой дома. Мидии были. Обычно мидии в большую упаковку беру, но потом они у меня остаются. То есть на пасту здесь ушло совсем чуть-чуть. У нас, кстати, приехала тетя. Тетя захотела пиццу и ей я приготовила пиццу. Вчера просто весь день я потратила на налоговую. Сидела в очередь. Я почему-то думала, что там за час управлюсь, может, за полтора. Но нет, там просто такие очереди. И там были очереди и год назад, последний раз, когда я там была. Нет, не год. Наверное, года два назад. Два года назад были точно такие же очереди, как и сейчас. Ровно столько же людей. И где-то, наверное, часа три я просидела в очередях. Естественно, онлайн очереди не было. Чисто такая живая очередь. Решили бы они этот вопрос, сделали как-то поудобнее? Или взяли на работу больше сотрудников, чтобы люди настолько долго не ждали? Работой сотрудников я очень довольна, скажу сразу. То есть мне прям моментально решили мою проблему. Все поэтапно объяснили, рассказали, что, почему, как. То есть сотрудники работают отлично. Но единственная проблема – это очереди. Я вообще очень терпеливый человек. Я спокойно могу подождать в очереди. Но гораздо проще, гораздо лучше было бы как-то решить эту проблему. Причем люди тоже очень культурно так все сидели, терпеливы, ждали. Обычно, когда большие очереди, приходят с детьми, просят, а можно я вперед, а можно это, можно то. Здесь такого не было. Все сидели, терпеливо ждали. Что я делала в налоговой, возможно, вам интересно. Когда я в Инстаграме выложила фотографию, что я в налоговой, некоторые мне начали писать, вот если бы вовремя все платила, бы не было никаких проблем. Я плачу налоги касательно моего канала, моего заработка в YouTube. Плачу до копейки. То есть, мне деньги садятся от Google на счет в банке. Этот счет в банке привязан к счету в налоговой. То есть, они даже и без моих этих отчетов прекрасно знают, сколько денежных средств поступило. Раз в три месяца я предоставляю отчет. О том, сколько я заработала, что, как, почем, это я могу сделать самостоятельно. В год один раз нужно предоставлять отчет годовой. И там, кстати, нужно упомянуть то, что ты платишь пенсионные, вычесть все банковские комиссии и так далее. Вообще, в этом тоже ничего сложного нету, и пора бы этому тоже научиться. я написала бухгалтеру своего брата. Она очень грамотная. Она мне даже видео отправила, как это все сделать. Я попробовала, по идее, получается все это сделать, но я подумала, все-таки лучше годовой отчет я пойду сделаю там. Чтобы точно не было никаких погрешностей. Вообще, по идее, налоги платят с чистой прибыли. В моем случае, когда я снимаю мукбанки или покупаю новую камеру для видео, штатив, это, получается, расходы для заработка. И, по идее, это тоже должно вычитываться. Я просто не знаю, как это все делается. Поэтому плачу налоги от всей суммы, которую я зарабатываю за месяц. Еще плачу пенсионный фонд и страховка медицинская. Медицинская страховка позволяет нам получать бесплатно лечением в любой государственной клинике. Я уже всегда мечтала лечиться в государственной клинике. Просто некоторые ошибочно предполагают, что блогеры не платят налоги. На самом деле, мы платим. Не знаю, как насчет других блогеров, но у нас такой возможности, как не платить налоги, абсолютно нет. Первый раз, когда я заработала первые свои там 100 долларов, они сели на банковский счет и мне их не дали. Мне позвонили из банка и сразу спросили, откуда поступили денежные средства. Здесь написано компания Google. Я сказала, что я блогер, только-только начала. И мне сразу сказали, идите открывайте Верн, только в этом случае вы получите ваши деньги. Верн – это что-то вроде ИП у вас. Сначала я платила 2%, а затем я начала платить 5%. В принципе, как бы мне не жалко, но мне просто надоедает этим всем заниматься. Постоянно у них там что-то меняется. то есть меня раздражает лишь фаллакита. А так, то, что я плачу налоги, так и должно быть. Ничего сложного там нету. Но зато я узнала очень много про налогообложения, про то, как нужно предоставлять отчетность, что делать в тех или иных ситуациях. Мне кажется, мне еще чуть-чуть подучиться, и я прям смогу быть полноценным бухгалтером. Насколько я знаю, я могу, конечно, ошибаться. Если твой доход превышает 200 тысяч монат в год, то в таком случае уже я буду платить не 2, не 5, а уже 15, по-моему, процентов. Или даже больше. Но, слава богу, эту черту я не прошла. Пока. Быть может, когда-нибудь будет. Я буду уже платить 14% со всего своего дохода. Неприятненько, но деваться некуда. Как у меня вбрат горит, не ной. Государство хочет с тебя какой-то процент от твоего дохода. Значит, этот доход был, раз тебя хотят. В инстаграме, я думаю, все-таки мелкие блогеры, они, скорее всего, не платят налоги. Но что касается блогеров в ютюбе, мелкие, крупные, неважно. Если хотя бы доллар садится тебе на счет, то уже все, платишь налоги. И порой, знаете, о чем задумываюсь? Вот есть этот пенсионный, страховка и все дела. Если, например, у тебя в ютюбе очень мало подписчиков и небольшой доход ты снимаешь достаточно редко, тебе даже получается невыгодно. пенсионный и все остальные расходы будут даже больше, чем ты зарабатываешь. На мой взгляд, лучше бы это сделать, что люди, например, которые зарабатывают меньше определенной суммы, они освобождались от налогообложения, чтобы у человека была возможность развиваться. Или просто нужно выводить через третьих лиц. Например, мамин канал, он как бы оформлен на меня. Мамин кулинарный канал. И он приносит очень мало денег. И если бы не было остальных каналов, было бы невыгодно его вообще везде. Поэтому тут все-таки сложно. Порой человек годами развивает свой канал и там все равно мало просмотров. Возможно, есть какие-то лазейки, я просто не знаю про них. Пицца очень вкусна. Не потому, что я ее приготовила, и она невероятно классно получилась. Кстати, рецепт я вам обязательно оставлю. переходите, готовьте. Там прям тесто, прям то, что надо. Но, с одной стороны, хорошо, что я плачу налоги. В дальнейшем у меня будет хорошая пенсия. надеюсь, что я доживу до пенсии. Мне кажется, до того, как я отправлюсь на пенсию, уже сто раз пенсионный возраст повысит, 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 затем вообще отменит. и даже когда работала в магазине техники помощником директа, даже тогда я заморачивалась насчет пенсионного фонда. у нас есть такая карточка, и там ты можешь посмотреть, сколько же денег у тебя на пенсионном фонде. И оформили для тебя. Я прям заморачивалась на этот счет. Многие не понимали, почему. до пенсии же далеко. Ну и что? Если по закону это мне полагается, если я плачу налоги, почему бы не проверить, сколько у меня денег на пенсионном. конечно, не дай бог в таком возрасте надеяться на пенсию. Но все же ситуации бывают разные. И совершенно непонятно, как жизнь сложится. 4 кусочки пиццы просто улетели. Ну, самое главное, я все вопросы решила. Хоть и потратила прям целый день своего времени. Ну, как целый день? Я, конечно, пришла домой, просто мне удобнее снимать контент при дневном освещении. Пока я туда поехала, приехала туда-сюда, уже такого освещения не было, чтобы сидеть снимать мукбанг. На этом все, мои хорошие, всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,